наконец-то я выбрался на охоту с луком точнее в этот раз с арбалетом месяц почти уже не был на охоте на оленей все с собаками ходим по лесам по ночам наконец-то решил разбавить немножко и рацион свой и контент свой на своем канале я охочусь арбалетом жнец 370 с детскими плечами стрела у меня карбон экспресс пайл драйвер что-то порядка 480 грант по-моему суммарно наконечник маленький фиксированных на кручу там покажу вот вся моя система как обычно седло ступеньки все там сейчас температура легкий минус может минус 2 через пять часов когда солнце сядет а мы охотимся для наступления темноты может быть минус там 67 но не больше ветра почти не так в принципе комфортно но я все но одевай свой верхний слой вот пол комбинезон одел на земле тут у меня куртка теплая сверху одену же когда залезу соответственно буду подниматься с рюкзаком за спиной платформа в рюкзаке вот этот маленький мешочек это система для подъема там ступени а вот это самое седло то есть это все что мне позволит забраться на высоту там 6 8 метров как обычно я в седле маленькая платформа который очень прочно сидит седло пристегнут здесь у меня рюкзак здесь я камеру повесил gopro арбалет я повесил сюда на крючок чтобы можно было легко взять правой рукой олени я ожидаю оттуда ветер стих обычно это не есть хорошо потому что когда ветер стихает вокруг меня начинает облако такой разрастаться моего запаха в данном случае я использую вот эту машинку называется озоникс эта штука генерирует озон то есть она заряжает кислород в воздухе и отсюда выдувает вентилятор совсем маленький а тут выдувает озон на запах как в больнице знаете пахнет когда дезинфицирует там вот такая штука не знаю насколько она работает реклама говорит что работает офигенно второй день пытаюсь находится добыть оленя с арбалетом со слабыми ну так называемые детскими плечами 43 килограмма первый день был абсолютно безуспешный я не видел ни одного оленя на второй день который только что закончился группа оленей появилась и совсем с той стороны где я их ожидал но ветер был удачный в том в том в том в той ситуации что было неудачно тот факт что по пути к моему дереву олени крупная олениха пересекла мой мой след где подходил к дереву они постояли потопали развернулись и ушли но они меня не учуяли но они учуяли мой след след за четыре часа не простыл четыре часа я на то этого просидел на дереве но а хочешь зачем я делаю я сам толком не знаю просто у меня все всегда спрашивают в интернет типа что там арбалетом с обычными плечами можно добыть или нет я прочитал в теории с точки зрения там кинетической энергии и инерции арбалет со слабыми плечами вполне должен быть способен добыть такого животного как белохвостый олень или там косули но в моем случае белохвостый олень сейчас я значит я домой поспать завтра дождь но возможно у меня получится до дождя успеть посидеть хотя бы несколько часиков третий день охоты с детскими плечами вчера олени проходили мимо подходили в первую прошла сигалетка прошла мимо меня в 20 ярдах по тропе я прям следом шли крупные олени я думал что сейчас вот они подойдут пропустил эту сигалетку но крупные олени пересекли тропу по которой я подходил учу или мой след мой не простывший след и напряглись ушли поэтому сегодня я решил поэкспериментировать вот с такой штукой это спрей с сильным 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 ванильным запахом прям нереально сильным он рассчитан на то что он в теории как маркетинг говорит в этой компании что настолько сильный запах ванили что нос оленя просто будет просто офигеет от такого запаха и запах перебивает все остальное то есть сейчас побрызгаю себе на ботинки на подошву значит несмотря на то что ух ванилью пахнет несмотря на то что олени меня вся там застукали я все равно пойду в то же место почему потому что я читал статью интересную биологи какого-то штата в университет в каком-то штате в южном проводили эксперимент они повесили на какой-то закрытой территории военной базы или что-то такое где водились где есть популяция оленей они повесили gps трекеры на оленей и собирали потом информацию от охотников ну и с этих gps ошейников о том как влия как реагируют олени на охотника на нахождение охотника в лесу вывели такую закономерность что если олени застукали охотника на каком в каком-то месте ну или охотник стрельнул в группу оленей попал не попал неважно все остальные олени с вероятностью 50 процентов это место начинают избегать то есть в половине случаев олени переставали использовать эту тропу не подходили к этому месту в другой половине случаев олени несмотря на то что вчера там стреляли или пугали они все равно шли по той же тропе так что я сейчас иду на ту же тропу ветер в такой же как вчера ничего не изменилось сегодня с вчерашним кроме того что меня они вчера застукали вот след мы учили надежда на то что сработает вот именно те 50 процентов которые попадают те олени которые все равно приходят несмотря на то что они напряглись вчера посмотрим что произойдет так я пришел на место выбрал это дерево классно здоровенно толстый дерево и рядом чуть поменьше ну тоже прилично такое дерево я на нем сяду мне будет открываться простор вот здесь вот я не вались они шли вчера надеюсь что они сегодня опять тут пойдут или здесь ну ладно хотел сказать сейчас я уже одеваю видеть нижний слой штаны одеваю там мое седло тут мои ступеньки сейчас я поднимусь арбалет я буду поднимать последним как обычно ради безопасности ради и стрелу вложу в самом последнем же когда наверху буду арбалет а Продолжение следует... Продолжение следует... Потом встали, начали кормиться в мою сторону. Пошли по тропе, которая 24 шага от меня. В принципе, нормально. У меня коллиматор, напомнил, одна точка на 20 пристреляна. 24, в принципе, попасть можно чуть повыше, брать все нормально. Стрельнул и промахнулся. На видео... Ну, я плохо видел, как стрела летела. Я точно видел, что я не попал, потому что обзадил и выше. Не знаю, как так могло получиться. Что-то пошло не так с выстрелом. Арбалет пристрелян нормально. Я целился куда надо. Ну, я прям почти на 100% уверен. Однако так получилось. Не знаю, может, потому что фиксированный наконечник полетел. Может, я дернул там спусковой крючок слишком сильно при выстреле. Тем самым стреле дал пинок под зад при вылете. И я фиксированный наконечник увел. Я трехлезвийку использовал. Увел в сторону стрелу. Может быть, не знаю. Светящий восставик я не использовал. По непонятной какой-то мне дурости у меня они есть. Но что-то я решил, что они не нужны, потому что я стреляю на 20 ярдов. Так близко. Ну, короче. Все, впредь я никогда больше не буду охотиться без светящих восставиков. Независимо, какая дистанция. Независимо, арбалет или лук. Светящий восставик это благо. Потому что я бы мог сейчас на видео пересмотреть. Четко понять, как летела стрела и куда она прилетела. Но то, что она в олене прилетела, это сто пудов. Крови нет, чего нет. Но стрелу я тоже не нашел. Так что я через пару дней вернусь сюда и буду искать стрелу. Продолжу искать стрелу. Вот. Так что так вот. Первая попытка неудачная, но не по вине арбалета или его мощности. А по какой-то другой причине. По моей вине. То ли, опять же, косяк при выстреле, то ли что-то еще. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует...